всем привет у меня сегодня видео о пустых баночках за прошедшее лето и я вам буду как всегда показывать все что я использовала и будем естественно выносить окончательный вердикт средства буду брать все по порядку что мне попадается в руки и первое что мне попалось это вот такой крем от церави цераве кто как называет это увлажняющий крем для очень сухой кожи и он идет в такой банке он густой и я его покупаю покупаю уже не в первый раз когда обычно включает центральное отопление это осень зима он прекрасно увлажняет кожу и к тому же я еще его очень люблю использовать на ноги и на руки поэтому он у меня в ходу в осенний зимний период дальше мой шампунь от себастьян совсем недавно в своем видео об уходе за волосами я вам говорила что этот шампунь для объема мне очень понравился я его повторила уже и даже уже из по успела использовать до конца и чем он мне нравится этот шампунь это тем что он во первых не сушит волосы он наоборот работает на уплотнение волос и при этом получается такой бешеный пышный объем в общем покупала уже дважды и скорее всего даже будет третья покупка бальзам для волос очи тоже самое мелькал у меня уже не первый раз второй или третий это кондиционер бальзам кондиционера с маслом черного тмина и почему я его люблю да все потому что он делает мои волосы более плотными и более пышными но вот очень люблю я этот эффект пышности и поэтому все средства которые дают мне вот такой объем на волосах я их очень люблю он не утяжеляет волосы как может показаться из-за того что он с маслами нету с моими волосами все в порядке он не сушит но единственное что я не могу сказать что он прям сильно восстанавливает волосы нет скорее вот для меня это вот такое средство для объема hd пудра от мак фиксирующая финишная пудра рассыпчатая если не ошибаюсь эта линейка mac pro и я ее она невидимая я ее использовала уже до конца но вот видите пока повалялось что-то видно со стенок все-таки собралось все дело в том что я пыталась эту крышечку отковырять чтобы до конца прям все использовать но так у меня и не получилось пудра неплохая пудра отлично фиксирует но допустим hd пудра от make up forever на мой взгляд получше чем это поэтому следующий раз я предпочту именно от make up forever пудру это польская мицеллярная вода которую я показывала вам своих покупках и уже там я сказала что я заплатила есть не ошибаюсь со скидкой 1600 за нее и вообще не поняла за что я деньги заплатила она не то чтобы хорошо снимает макияж особенно на с глазами долго возится в общем есть аналоги более бюджетные более более действенные ну по крайней мере не хуже чем вот эта мицеллярка здесь ее 200 миллилитров в общем это были впустую потраченные деньги я бы сказала продукт ну так себе солнцезащитный крем от ланкастер который я уже повторила которым я до сих пор пользуюсь мне он настолько понравился в этом году когда я была вот с этим кремом у меня никакой лишней пигментации не появилась а крем 50 солнцезащитный фактор так вот никакой лишней пигментации на лице у меня не появилась то что пигментации имеется не стала ярче а прекрасно действует как база под макияж все на нем вообще великолепно держится и тональный крем с ним дружит в общем я в восторге в полном это крем придающий сияние кожи взяла второй раз и причем он в открытом виде два года можно его хранить то есть начала и в течение двух лет могу использовать а я чувствую что я не успею закончить второй бутылек потому что расход у него очень экономичные поэтому в следующем году до использую потому что на зиму я беру что-то полегче мне не нужен такой прям мощный солнцезащитный фактор 50 крем для лица от клиник солнцезащитным фактором 40 я вам рассказывала что искала какое-то себе средство чтобы это был и уход и солнцезащитное средство и остановила свой выбор именно на вот этом а вот кремики но как оказалось с те солнцезащитные фильтры которые входят его состав они либо слабые малоэффективные вот один из них малоэффективные а второе нужно постоянно обновлять то есть ну смысла особого вот в этом солнцезащитном креме в общем то нет ну по крайней мере на мой взгляд поэтому я конечно использовала до конца потому что этот крем прекрасно увлажняет кожу и прекрасно за ней ухаживает к тому же он с антиоксидантами но вряд ли я его повторю подводка для бровей от urban дикой она у меня закончилась здесь с одной стороны кисточка а с другой стороны тоненький карандаш вот тоненький карандаш для моих бровей мне кажется смысла нет покупать у меня такие руки которые умудряются надавить так что любой карандаш ломают и половина этого карандаша я просто сломала и выкинула но вот эта кисточка мне очень понравилось я вам уже говорила что я сейчас оформляю брови по-другому волосковой техникой и мне так гораздо больше нравится так вот этот карандаш шикарный он в течение дня вообще не размазывается даже если вы случайно забыли почесали бровь с ним вообще ничего не случается в этом плане он очень стойкий и рисует хорошо тоненько все здорово только вот единственный цвет у меня конечно очень такой темный получался я уж не знаю почему хотя я взяла для рыжих этот карандаш для каштановых волос для рыжих волосах и но думала что ну думала что-то отличное черного будет но не совсем конечно не совсем буду ли я брать такие карандаш и буду буду пробовать еще другой оттенок как может быть он мне больше подойдет потому что по качеству суперская крем для тела который я отправляю на выброс просто полностью полным короче говоря я отправляю его на выброс а все дело в том что я вот как раз таки искала средства сверкающие для ног и нашла его можем даже сейчас лезет и оттуда что-то аж пенится такое в общем вы мне написали что скорее всего я купила просрочку кто-то пользовался и крем хороший может быть может быть я нарвалась на просрочку но очень обидно что в сифоре такое продается пудра рассыпчатая от инглот у меня в оттенке 12 и я покупала ее дважды она очень экономичная у нее очень очень долгий расход расход у нее минимальную я имею ввиду когда вы набираете здесь хорошо что я сумела отковырять вот эту вот сеточку верхнюю поэтому как видите баночка вообще пустая потому что я умудрилась все до конца использовать это финишная рассыпчатая пудра я ею фиксировала консилер под глаза на не сушила абсолютно и повторю ли я еще и и да вполне возможно что повторю потому что вот она мне действительно понравилось тушь от мак новая для нереального объема и длины ресниц которую я купила и как уже потом позже у другого консультанта выяснила что у этой туши видите она просто загустела и так пахнет интересно она просто так загустела я не могу сказать что она закончилась но просто у нее оказывается есть один секрет вот как вы нанесли эту тушь на ресницы один раз второй раз бесполезно наносить она создана именно для того чтобы ею вот так вот одним слоем прокрашивать ресницы в общем с одного слоя у меня не получается хорошо ею прокрасить ресницы то что вы видите сейчас это моя новая тушь она по-моему да там по моему будет уже одна закончилась я вам покажу какая я на нее даже отдельное видео снимала ну поэтому тоже самое зря потраченные на мой взгляд деньги патчи для пилинга от макс клиник когда-то они мне достались в подарок и я их использовала до конца очень даже неплохие патчи и я бы в принципе вам именно их и рекомендовала но в своих покупках я вам показывала те патчи которые я купила в последний раз и по сравнению с теми патчами эти как-то вот так скажем в тень ушли потому что ну там просто патчи с вау-эффектом и поэтому нет кому нужен легкий эффект такой пилинга я люблю посильнее чтобы побольше было видно если вы любите просто легкий совсем эффект то я думаю вы будете в восторге от них еще одна пудра финишная которая подошла к концу это та самая пудра от make up forever который я вам и говорила что если я какую-то буду и брать то именно вот эту я ее видите как доковыряла опять-таки не смогла крышечку вот эту достать я разорвала сеточку и оттуда уже аккуратненько достала остатки и вот эта пудра она настолько вот мелкодисперсная она настолько аккуратненько на лицо ложится ее абсолютно не видно и вы знаете вспышками у меня тоже проблем с ней не было когда я и украсилась наверное она пока лучшее из пудр вот таких вот финишных закрепляющих hd поэтому конечно я ее повторю куплю еще раз закончились два вот таких бальзама у нас людмила и кто смотрит мои окрашивания тот знает что мы делаем восстановление от лейбл и когда вот эти все сыворотки по очереди наносим смываем затем мы фиксируем все вот этими масками они маленькие но их очень надолго хватает поэтому вот хорошо что я села для вас снимать видео как видите у меня скоро уже смотрю на себя здесь в зеркальном отображении как видите у меня уже здесь все по отрастало скоро будем краситься корни окрашивать и я вспомнила что мне нужно обязательно купить эти масочки восстановление лейбл вот это она конечно шикарное лучше я пока еще ничего не пробовала маска от шварцков банокур мне дали в подарок эта маска для окрашенных волос ph45 то есть кисленькая и как ни странно обычно я не очень люблю шварцков банокур все это но эта маска мне понравилось и я ее использовала до конца она служит для восстановления волос и для того чтобы быстро не вымывался цвет мои волосы она делает достаточно шелковистыми и в общем то мне это и нравится не могу сказать как она на краситель влияет потому что я вам говорила что я тонироваться не люблю а поэтому и вымывать из волос у меня в общем то ничего чему я очень рада кстати но я бы отнесла эту маску к таким легким восстанавливающим маскам патчи одни с ретинолом от мизоли мизоли а другие с витамином с витаминами от фармстей в принципе мне эти патчи понравились но я их не могу отнести к каким-то сильным патчем скажем так это патчи со средним действием вот эти которые с ретинолом и коллагеном в принципе увлажняют кожу немножечко разглаживают а вот эти патчи они наверное больше для свежести такой вот под глазами больше свежести дают вы знаете что я люблю больше с таким антивозрастным действием чтобы морщинки как следует разглаживали поэтому эти патчи я отнесу категории со средним действием для тех у кого нет серьезных проблем сыворотка для лица с витамином c от бай виш тренд я покупала уже второй раз я вам рассказывала раньше что у меня была любимая сыворотка с витамином c от елизаветки которую сняли с производства так вот я нашла ей замену от которой в восторге покупаю уже два раза и в общем то пока менять не собираюсь очень мне нравится я провела с ней весну и лето и очень очень довольна здесь витамина c 21 с половиной процент а в этой сыворотки содержится кислая форма витамина c и она больше всего подойдет людям с жирной кожей с расширенными порами потому что поры будут сужать кроме того витамин c освежает кожу лица но и естественно разглаживает мелкие морщинки то есть ее омолаживает сыворотка очень классная и дружит абсолютно со всеми кремами с которыми я ее использовала крем для век от star skin по моему он нас да с розовым кактусом это крем под глаза и я его покупала вместе с кремом для лица крем для лица мне понравился больше он хорошо увлажняет а этот крем я бы наверное все таки порекомендовала больше девушкам молодым и у тех у кого нет сильных возрастных изменений я не скажу что он плохой нет он хороший просто он в нем нет такого прям хорошего антивозрастного какого-то мощного действия он скорее больше так на увлажнение но допустим как я человек которому вечно не хватает влаги в коже это моя основная проблема кожа склонна к обезвоживанию то мне вполне подошел для использования это пудра от марки на тиндо я ее когда-то покупала в одном из бутиков с корейской косметикой принципе понравилось использовала до конца и дайте сказать что что-то такое прямо на волшебное какое-то действие дает нет обычная хорошая корейская пудра бегать за ней повторять я не буду потому что есть аналоги в других марках вот она та самая тушь для ресниц про которую я вам говорила на которую я снимала отдельное видео это тушь от стеллари которая стоит 279 да по рублей я вам где-то видео все это подписывала как же я ее люблю вот у меня второй тюбик и нанесена она сейчас в один слой я просто хорошенечко прокатал ее про и по ресницам и немножечко на кончике добавила и я даже их особо не разделяла реснички свои вот как они получились так я их в принципе и оставила обожаю тушь эту боже мой здесь это щеточка вот кажется что вот я когда бы посмотрела если сама покупала без рекомендаций я бы ее себе не купила потому что подумала что щеточка ерунда мне такие не идут но это щеточка наоборот разделяет все реснички отлично тушь наносит а еще она такая достаточно черная сказала супер черная тушь у меня формате вот золотом есть серебряном я не пробовала вот у меня золотой формат в общем моя любовь еще одна пудра закончилась от корейской марки это марка миша эту марку я очень люблю я приобрела недавно средства для мамы и скоро их буду вам показывать от этой марки антивозрастные что мне нравится в этой пудре это то что здесь солнцезащитный фактор 50 я эту пудру наносила как финишную для дополнительной защиты от солнца шикарная пудра повторять буду да буду теперь три бальзама для губ точнее вот эта маска для губ от корейской марки ланеж это бальзам для губ от сергея наумова и бальзам для губ от бобби браун везде у меня понемножечку осталось все дело в том что но они же тоже имеют свой срок годности и поэтому я не успела использовать остатки все дело в том что мне захотелось попробовать что-то еще новое и в итоге вот в итоге старенькая идет на выброс из-за того что срок закончился видите там на дне кажется что много но здесь на самом деле еще часть это дно не так много уже осталось где-то пятая часть от этого бальзама все три бальзама я вам с удовольствием рекомендую абсолютно все действуют отлично какой бы вы себе не выбрали я даже не знаю какой лучше какой хуже они все хорошие все все абсолютно эффективные и абсолютно все очень крутые да по-моему ни один из них бюджетно не стоит но они стоят своих денег миллионная пудра от mac studio fix nw 10 это моя основная пудра с которой вы меня видите абсолютно во всех видео без нее я не могу я уже сколько лет я ее пользуюсь и ни на что ее не променяю поэтому закончилась одна пудра покупаю следующее это вообще даже компактная тональная основа соответственно она дает плотное покрытие и совсем не обязательно использовать тональный крем вот сейчас вы у меня с ней видите как видите она не прозрачная ничего абсолютно выровняла тон кожи и тональник мне просто не нужен это масло для кончиков волос с маслом макадамии у меня закончился пузырек и он достаточно экономичный я с ним даже к маме ездила пахнет она изумительно на волосах на волосы действуют тоже очень здорово и не хуже чем дорогие масла поэтому у меня один флакон закончился и вполне возможно что я куплю следующий хотя бы для того чтобы не тащить к маме какие-то свои полноценные здоровые флакончики вот это масло очень классная дальше три средства для бровей ну во первых это всем известный гель для бровей от vivienne собой который прозрачный просто фиксирует брови у меня он чуть-чуть остался но я смотрю он настолько сильно помутнел что как-то ну как-то мне уже некомфортно его использовать поэтому я его отправляю в утиль а так конечно ну что сказать брови фиксирует на ура да у меня есть немножко своих бровей можете не писать мне что что те там фиксировать брови нет у меня есть немножко вот вот здесь и вот здесь у меня есть свои волоски поэтому я найду что зафиксировать этот карандаш совершенно замечательный у меня не успел попасть даже в покупке уже в закончившиеся в пустые баночки попал почему же так получилось да все потому что он очень тоненький он очень классно прорисовывает волоски на бровях но дело в том что у меня карандаш кстати от catrice но дело в том что у меня такие руки мне не получается прямо вот аккуратненько эти волосочки вырисовывать я обязательно его сломаю поэтому этот карандаш не успел поиспользоваться нормально как он уже закончился а точнее он постоянно обламывался и в итоге от него ничего не осталось сам по себе карандаш отличный здесь очень классная щеточка на конце но я чувствую что мне абсолютно бесполезно вот такие вещи покупать я их не успеваю расходовать я их выкидываю ну и гель для бровей от макс называется он у меня все стерлась файбры гель как-то так он называется в оттенке флинг самом светлом она опять таки я нашла себе способ прокрашивать брови по-другому и в принципе мне уже гели не так нужны и сам по себе он очень неплохой но я могу сказать что я нашла допустим гели от макс фактор которые намного лучше чем вот этот вот гель с ворсинками макс факторе этих ворсинок очень много и он долго расходуется и мне кажется совершенно нет смысла покупать вот такие дорогие продукты поэтому гель хороший но я его повторять не буду ну и последнее что я вам сегодня покажу это еще одно средство для бровей это гель от lancome и вот тут я вам скажу щеточка интересная сам гель вроде бы красивого цвета но для меня это настолько бесполезная вещь во-первых гель светлый но когда я его наношу на свои брови он становится темным а во-вторых он дает только фиксацию и больше в общем то ничего не делает на моих бровях поэтому я пользовалась пользовалась им и в итоге все так и не до пользовалась до конца и естественно повторять его я не буду на этом у меня все пишите что из того что я вам показала у вас было и если у вас мнение отличается от моего или наоборот совпадает обязательно это пишите я все комментарии всегда читаю иногда не успеваю отвечать я извиняюсь комментариев действительно сейчас очень много идет и меня это очень радует но я обычно еду или в дороге читаю ваши комментарии или где-то как-то на ходу я обычно вижу и перечитываю поэтому огромное спасибо отвечать конечно стараюсь максимально на большее количество но по крайней мере по возможности на этом у меня все всем пока